Старик Слушай Я родом из Гавра Семья была небогатая Кое-как сводили концы с концами Отец служил Возвращался домой поздно вечером И получал за свой труд гроши У меня было две сестры Необходимость урезывать себя во всем Угнетала мою мать И нередко отцу приходилось выслушивать От нее колкости Скрытые язвительные упреки Бедняга Неизменно отвечал на них жестом Причинявшим мне глубокое страдание Он проводил пальцами по лбу Словно отирая пот И не произносил ни слова Его бессильная печаль Передавалась мне В хозяйстве экономили на чем только могли Никогда не принимали приглашений на обед Чтобы не пришлось в свою очередь звать гостей Покупали провизию подешевле То, что залежалось в лавке Сестры сами шили себе платье И подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы Стоившей 15 сантиметров метр И за дня в день мы ели мясной суп И вареную говядину под всевозможными соусами Говорят, это полезно и питательно Я предпочитал бы что-нибудь другое Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу За разорванные штаны Но каждое воскресенье Мы всей семьей Отправлялись во всем параде гулять на мол Отец в сертуке и перчатках С цилиндром на голове Вел под руку мать Разукрашенный словно корабль в праздничный день Сестры обычно были готовы раньше всех И ждали пока кончатся сборы Но в последнюю минуту На сертуке главы семьи Всегда обнаруживалось какое-нибудь пятно Незамеченное раньше И приходилось спешно затирать его тряпочкой Намоченной в бензине Надев очки Так как она была близорукой И сняв перчатки, чтобы их не запачкать Мать выводила пятно Отец стоял, не снимая цилиндра в одной жилетке И дожидался конца этой процедуры Затем торжественно трогались в путь Впереди под руку шли сестры Они были на выданье И родители пользовались случаем показать их людям Я шел по левую руку матери Отец по правую Мне вспоминается величественный вид Моих бедных родителей Во время этих воскресных прогулок Их застывшие лица, чинный поступь Они шли размеренным шагом Не сгибая колено Держались очень прямо Словно от их осанки зависел Успех какого-то чрезвычайно важного предприятия И каждое воскресенье При виде огромных кораблей Возвращавшихся из дальних неведомых стран Отец неизменно говорил А вдруг на этом пароходе Приехал Жюль Вот был бы сюрприз Дядя Жюль Брат моего отца Некогда приводивший семью в отчаяние Теперь стал единственной ее надеждой Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жюль И так сроднился с мыслью о нем Что мне казалось, я узнал бы его с первого взгляда Его прошлое до самого отъезда в Америку Было известно мне во всех подробностях Хотя в семье об этом периоде его жизни Всегда говорили в полголоса По-видимому, он вел беспутную жизнь Иначе говоря, промотал кое-какие деньги А в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением В кругу богачей О человеке, любящем покутить Говорят, что он проказничает Его со снисходительной улыбкой называют шалопаем В кругу людей неимущих Молодой человек, из-за которого родителям приходится тратить свои сбережения Распутник, мод, негодяй И это различие вполне справедливо Так как значение наших поступков Всецело определяется их последствиями Как бы там ни было Дядя Жюль сначала промотал до последнего су Свою долю родительского наследства А затем основательно уменьшил и ту часть На которую рассчитывал мой отец Его, как это тогда было принято Отправили в Америку на грузовом пароходе Шедшем из Гавра в Нью-Йорк Очутившись в Америке Дядя Жюль занялся какими-то торговыми делами И вскоре написал родным Что обстоятельства его понемногу поправляются Что он надеется со временем Возместить убыток, причиненный моему отцу Это письмо Произвело огромные впечатления на всю семью Жюль Тот самый Жюль, который раньше, что называется, не в грош не ставили Вдруг был объявлен честнейшим Добрейшей души человеком Достойным представителем семьи Довранж Безупречным, как все Довранж Затем капитан какого-то прохода сообщил нам Что дядя снял большой магазин И ведет крупную торговлю Второе письмо, полученное два года спустя Гласило Дорогой Филипп, пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне Я в добром здоровье Дела мои тоже идут хорошо Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет извести Не тревожься Если я не буду писать Я вернусь в Гавр, как только разбогатею Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени И тогда мы славно заживем все вместе Это письмо стало как бы Евангелием нашей семьи Его перечитывали при всяком удобном случае Его показывали всем и каждому Действительно, в течение десяти лет от дяди Жюля не было никаких известий Но надежды моего отца все крепли с годами Да и мать часто говорила Когда вернется наш дорогой Жюль Все пойдет по-иному Вот кто сумел выбиться в люди И каждое воскресенье При виде исполинских черных пароходов Которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма Отец неизменно повторял А вдруг на этом пароходе едет Жюль? Вот был бы сюрприз И, казалось, сейчас на палубе появится дядя Взмахнет платком и закричит Эй! Филипп! На его возвращении, в котором никто из нас не сомневался Строились тысячи планов Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Энгубиля Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу Моей старшей сестре исполнилось 28 лет Младшей 26 Обе они все не выходили замуж И это сильно удручало нас всех Наконец, для младшей сестры нашелся жених Чиновник, человек небогатый, но приличный Я твердо убежден, что именно письмо дяде Жюле Прочитанное молодому человеку однажды вечером Положило конец его колебаниям И придало ему смелости Его предложения приняли сразу И было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерсей Путешествие на остров Джерсей Заветная мечта бедняков Это совсем недалеко Стоит только проехать померя на пакетботе И ты уже за границей Ведь остров принадлежит Англии Двухчасовая поездка морем Дает французу возможность побывать в соседней стране И ознакомиться на месте с нравами Достаточно, впрочем, непривлекательными Населения этого острова Над которым, как выражаются люди, говорящие Без искусственным языком Реет британский флаг Мысль о путешествии на Джерсей захватила нас всех Она стала нашим единственным стремлением Мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались Наконец, мы отправились в путь Как сейчас вижу пароход Стоящий под парами у набережной Грамвиль Отца с озабоченным видом Следящего за погрузкой наших трех чемоданов Взволнованную мать под руку С незамужней сестрой Которая после свадьбы младшей Совершенно растерялась Словно цыпленок, отбившись от выводка И, наконец, новобрачных Все время отстававших Что заставляло меня то и дело оборачиваться Раздался гудок Мы поднялись на палубу И пароход, обогнув мол Вышел в открытое море Гладкое, словно доска зеленого мрамора Мы смотрели, как удаляется берег Мы были счастливы и горды Как все те, кому редко случается путешествовать Отец стоял приосанившись Выпитив живот под чертуком С утра тщательно вычищенным И распространял вокруг себя Запах бензина Праздничный запах По которым я узнавал воскресные дни Вдруг его внимание Привлекли две нарядные дамы Которых двое мужчин угощали устрицами Старик матрос Одетый в отрепье Ловко вскрывал раковины ножом И подавал их мужчинам А те подносили их дамам Дамы ели устрицу очень изящно Держа раковину над тонким носовым платком И вытянув губы, чтобы не закапать платье Они быстро одним глотком выпивали жидкость И бросали раковину в море Отца, по-вечему, пленила Эта изысканная затея Есть устрицы на пароходе в открытом море Это показалось ему признаком хорошего тона Утонченного аристократизма Он подошел к жене и дочерям и спросил их Хотите, я угощу вас устрицами? Мать медлила с ответом Ее пугал лишний расход Сестры же сразу согласились Мать сказала недовольным тоном Боюсь, как бы мне это не повредило Угости детей, но в меру А то они, пожалуй, еще захворают Повернувшись ко мне, она прибавила А Жозефу вообще незачем есть у устрицы Мальчиков не следует баловать Я чувствовал себя несправедливо обойденным Но мне пришлось остаться подле матери Я следил глазами за отцом С необычайно важным видом Направлявшимся в сопровождении Обеих дочерей и зятя К оборванному старику-матросу Обе дамы ушли из палубы Отец стал объяснять сестрам Как нужно держать устрицу Чтобы содержимое Ее не вытекало из нее Желая наглядно показать им это Он схватил устрицу И попытался подражать дамам Но немедленно пролил всю жидкость На свой сюртук Мать сердец проворчала Сидел бы уж ты лучше на месте Вдруг Мне потюдило, что отец Чем-то обеспокоен Он отступил на несколько шагов Пристально взглянул на дочерей и зятя Теснившихся вокруг продавца устриц Круто повернулся и подошел к нам Он показался мне очень бледным В его глазах было какое-то странное выражение В полголоса он сказал матери Прямо удивительно До чего старик с устрицами Похож на Жюля На какого Жюля? В недоумении спросила мать Да на моего брата Если б я не знал, что он в Америке Что ему хорошо живется Я решил бы, что это он Продолжал отец Мать в испуге пробормотала Ты с ума сошел Ведь ты отлично знаешь, что это не он Зачем же говорить глупости? Но отец настаивал Пойди, Клариса, посмотри на него Мне хочется, чтобы ты убедилась С собственными глазами Мать встала и подошла к дочерям Я в свою очередь принялся Разглядывать матрос Старый Грязный, весь в морщинах Он был целиком поглощен своей работой Мать вернулась Я заметил, что она Вся дрожит Она торопливо сказала отцу Мне кажется, что это он Пойди, расспроси капитана Главное, будь осторожен А то этот бездельник Чего доброго опять сядет нам на шею Отец направился к капитану Я пошел следом за ним Меня охватило какое-то странное волнение Капитан Высокий худощавый мужчина С длинными бэкенбардами Прогуливался по мостику Вид у него был такой, словно он командует Пароходом, совершающим рейс в Индию Отец с изысканной учтивостью Поклонился ему и стал предлагать вопросы Относящиеся к его профессии Пересыпая их комплиментами Чем замечательен Джерсей Какие отрасли производства Развиты на острове Какова численность и состав его населения Нравы и обычаи жителей Какая там почва и так далее Можно было подумать, что речь идет По меньшей мере о Соединенных Штатах Поговорили и о пароходе экспресс На котором мы находились Затем перешли к его команде И тут отец с дрожью в голосе сказал Меня очень заинтересовал Старик, торгующий устрицами Не знаете ли вы Каких-нибудь подробностей о нем О его жизни Капитан, который этот разговор Начинал раздражать, сухо ответил Это старый бродяга Француз В прошлом году я подобрал его в Америке И теперь привез на родину У него, кажется, есть родственники в Гаври Но он не хочет показываться им на глазах Потому что задолжал им Его зовут Жюль Жюль Дармаш или Дармаш что-то в этом роде Говорят, в Америке он одно время был богат А теперь Сами видите, до чего дошел Отец был Мертвенно бледен Глаза его блуждали С давленным голосом он проговорил Так-так, очень хорошо Прекрасно Это меня ничуть не удивляет Очень вам благодарен Капитан И отошел Моряк в недоумении поглядел ему вслед Отец вернулся к матери с таким расстроенным видом Что она сказала Сядем А то еще заметит что-нибудь Отец грузно опустился на скамью И пролепетал Это он Я ведь говорил Это он Немного погодя он спросил Что же нам делать Мать решительным тоном заявила Надо прежде всего увезти оттуда детей Жозеф сейчас сходит за ними Раз уж он все знает Главное, надо постараться Чтобы зять ни о чем не догадался Отец был совершенно сражен Он еле слышно прошептал Какое несчастье Мать вдруг разъярившись зашипела Я так и знала, что этот дармоед Никогда ничего не добьется И в конце концов опять сядет нам на шею Да, от Довраншей Не дождешься ничего хорошего Отец молча провел ладонью по лбу Как делал всегда, когда мать осыпала его упреками А она продолжала Дай Джозефу денег Пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрицей Не достает только, чтобы этот нищий узнал нас Воображаю, какое это произвело бы впечатление на пассажиров Мы перейдем на другой конец палубы А ты уж позаботься о том, чтобы мы с ним больше не встретились Она встала И они оба ушли Вручив мне Пятифранковую монету Сестры в недоумении дожидались отца Объяснив им, что у матери легкий приступ морской болезни Я обратился к старику Сколько вам следует, сударь? Мне хотелось сказать Дядя Два франка пятьдесят Ответил старик Я дал ему пять франков Он протянул мне сдачу Я смотрел на его руку Худую морщинистую руку матроса Я вглядывался в его лицо Измученное старое лицо Унылое и жалкое И повторял про себя Это мой дядя Папин брат Мой дядя Я дал ему десять су на чай Он с благодарностью сказал Да благословит вас Господь Бог Молодой человек Он произнес эти слова тоном Нищего, который принимает подаяние Я подумал, что там, за океаном Ему, наверное, приходилось просить милостыню Сестры, пораженные моей щедростью Смотрели на меня во все глаза Когда я отдал отцу два франка сдачи Мать с изымлением спросила Неужели устрицы стоили целых три франка Не может быть Я твердо сказал Я дал десять су на чай Мать привскочила И в упор посмотрела на меня Ты с ума сошел Да десять су этому бродяге Она запнулась Отец глазами указывал ей На зятя Все притихли Впереди на горизонте Обозначалась темно-лиловая полоса Казалось, выраставшая из моря Это был Джерсей Когда мы подходили к пристани Меня охватило желание еще раз увидеть дядю Жюля Подойти к нему Сказать ему несколько ободряющих ласковых слов Но теперь уж никто не спрашивал устриц И он исчез Вероятно, бедный старик спустился в вонючий трюм Служивший ему пристанищем Чтобы избежать встречи с ним на обратном пути Мы вернулись домой через Саум-Алло Я никогда больше не видел брата моего отца Вот почему я иногда даю пять франков нищему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!